Алексей Николаевич, уважаемые коллеги, мое выступление связано с тем, что последние два-три года все чаще и чаще фактически ветеринарные врачи хозяйств, в руководстве, в районном управлении, в районном области обращаются с просьбой прокомментировать схему вакцинации. Потому что вакцин стало все больше и больше, те, кто предлагают вакцины все больше и больше, ну и иногда возникают побочные эффекты и всегда они эффективны. Вот первый третий, который я изложил здесь, что в современных условиях введения желудоводства традиционной схемы и методы, которые у нас сейчас основаны на применении антибиотиков и вакцин, при профилактике болезней с участием условно-фатокены микрофлоры, трудно реализуется и не всегда эффективен. С чем это связано? Ну, на наш взгляд, это связано с тем, что была нарушена система выращивания молодняка, которая у нас в Сибири сформировала в 2010 год. Решка сократилась в поголовье, помещения стали приходить негодность, а новые, то, что сейчас строят комплексы, они, как правило, не предполагают сменных родильных отделений. И поэтому вот эта проблема, она пытается закрыть антибиотиками, вакцинами, но он всегда получает. Вторая проблема, это вот последние 8-10 лет появились вакцины вирусно-бактериальные, которые содержат 4 инфигена, 5-10, а сколько их можно вводить? И какова эффективность? Вчера мы слышали коллеги из Испании, она говорила, что они готовят аутогенные вакцины от 5-ти антигенов, не более. А у нас вакцины 10-ти антигенов применяют, и надеемся на эфир. Хотя исследования, которые проводили в 80-е годы, это первые исследования были в Сомском инфекте вакцины шивороток, потом многие инфекции ветеринарного профиля, Московская ветеринарная академия Конопатского, Казахстан, Грязнь, проводили такие исследования, и они показывали, что применение вакцины 2-3-4 антигенов вполне дают высокий иммунный ответ. Ну вот, перейдем к схемам вакцинации. Я взял одну из схем, которую мне присылали, кто и формирует эти схемы? С одной стороны, управление в Стерианарии района, и они закрывают все инфекции. Сверская язва, хрикоз, борцюлез, туберкулез, ну что, ящер. То есть те вакцины, инфекции, которые не контрагируют. Вакцины, болезни, которые связаны с вирусно-бактериальной болезнью молоденького, это сейчас в основном у нас продвигают компании, которые представляют различные фирмы. Европейские, американские, наши отечественные, и менеджеры, которые обслуживают хозяйство, они предлагают, конечно, свои препараты. Вот примерно такая схема. Могут вакцины меняться, но в принципе суть остается та же. Они, в общем-то, отвечают тому, чтобы профилактировать болезни. Но, с одной стороны, у управления в Стерианарии план, до задания, и они стараются его выполнить. Ну, а менеджер, понятно, ему надо продать. Поэтому они стараются ставить каждый, так сказать, свой, ну, или вакцину, или какой-то препарат. Вот, если посмотреть на эту схему, вот вакцинация против салминолеза. Потом, как он, там будет проявитель в запуске. Если коровы проявитель в запуске, то селят вакцинируют 20-24 дня. А здесь на схеме 10-40 дней. То есть мы коровы привели, создали коллостральный иммунитет и вводим им вакцину. Это противоречесы вакцине, или тогда надо отменить вакцинацию коровы в запуске. Исследуем на геркулез 60 дней. Наверное, это по плану предусмотрено 2-х месяцев. Затем идет повторное исследование уже в 6 месяцев. Ну, хозяйство благополучное. Селяты еще нигде не были, ничем не контактировали. Это благополучное хозяйство, район, область. А мы выстригаем шерк. Один раз стресс, вводим геркулин, второй в день стресс. Считаем реакцию через 72 часа, третий раз стресс. Нужны это. Вряд ли. Третий момент, который я надеюсь, хочу обратить. Вот, походу 180 дней и 210 дней. Сибирская яд ВМК вакцинирует. Хорошо. А далее идет кластердиозу. Вакцины против кластердиоза все включают вакцину. На классе ГИМШО. Зачем вакцина против унудара? Тем более через 30 дней она в плане стоит. Вакцина бесплатно идет. Выполняет план. А животное опять начинает реагировать на ведение вакцины. Следующий возраст подходит. Здесь, по-моему, все. Молодняк. Вот в этом хозяйстве такая схема принята. Вот вакцина унгавак, прочим, некробактериоз. Ее применяют трехразно через 10 дней. Затем опять она идет, эта вакцина, в 16-17 месяцев. 22-23, то есть три езды прививается. Но я потом прокомментирую это, как такой вакцина. И вакцина был решен. Я там на ней не остановился в первом случае. Она содержит, кроме вирусов, рентракита, диареи, парагриппа, в теории с персоной санэффекцией антигенов, прокуляции, афтошпироза. Пять антигенов. Сколько бы я не спрашивал врачей, зачем вы вакцинируете прочих афтошпирозу в возрасте 35-40 дней? А потому что она приложена к этой вакцинике. Другого обоснования нет. И сейчас кто занимается афтошпирозом, При исследовании материала на афтошпироз на афтошпироз обнаружатся и сиротипы санэффекцией антигенов. Где заканчиваются вакциниальные реакции? Где начинается афтошпироз? Трудно отмечен. Суберкулез. Согласно инструкции в отполученных хозяйствах исследуют молодняк один раз год. Но один раз перед формированием тангурцов в октябре ноябре провести исследование, и, наверное, это будет достаточно и не повлияет, я так думаю, на эпидемиологическую ситуацию. Ну, подойдите, не теряем и коровам, я сказал, вот вакцинацию профессионалеза проводят, а затем вакцинируют или активнее. Можно их облинить. Что это? Это опять стрессы снимаем, это опять накушку на корову снимаем. Здесь всякого ущерба для ситуации. Следующий, дойный гурт. Что предлагают? Ну, это и следом традиционной весной и осенью, следует, что это так. Ну, опять же, коров один раз в год микробактериоз. Каждый шесть месяцев. Когда я задал вопрос, просмотрел эту схему, а вы исследуете две химию? Кальций, фосфор, отношение кальций и фосфора, каламагний, челочную фотосфору посмотреть. Нет, мы исследуем. А расистку копыть или ортопедическую обработку копыть проводите два раза в год? Нет, мы проводим. Вакцинацию. В течение года шесть раз инфигены против некого привода. Будет их нет? Я спрашиваю, есть эффект? Нет. Вот эти все моменты, когда мы подытожили, подытожили и получилось, что телята до семи месяцев получают 33 антигена, 20 аллергены. Телята от 18 до 18 месяцев 28 антигенов, 1 антиген, 2-го месяца 22 антигена. Ну и так далее. Это при том, что есть не причины. Вакцинация, вакцинация, бешенство, ящера, гораздо узелковый гармотит и так далее. И так далее. То есть люди вакцинации, которые еще сюда нахватились. Ну я уже говорил про странилиоз, вот про флосердиолы тоже самое говорил. Вот. Лепкостероз остальные сетки, как у нас, то самое мы уже говорили. Проблемы, которые возникают при комплексной вакцинации. А какие проблемы возникают на врач? В инструкции написано, скажем, после вакцинации вакцина, если написано, иммунитель должен сохраняться 6 месяцев, то уже через 4 месяца. Иногда при исследовании и титры снижаются, и самое главное, что уже начинают появляться клинические признаки заболевания. И то же самое при вакцинах, которые рассчитаны на год. Уже на практике прошло 10 месяцев начинать вакцинировать. Чем это связано? В разработчики или менеджеры, которые представляют разработчиков вакцины, это связано с тем, что вакцинах возможно это имеет место быть. Связано с высокой температурой и так далее. Но я вот посмотрел литературу тех времен, когда я этими вопросами активно занимался, то вот, в частности, Конопаткин, 1984 год, отвечал, что с увеличением числа комплексуемых вакцин организм может отвечать меньшим накоплением рамок вакцинации, а на отдельные антигены и физических антигенов. Имеется здесь место быть четвертое для таких четвертое. Следующее, Кадымов отмечает, при ассоциированной вакцинации наблюдается снижение иммунологических признаков в отношении одного из компонентов, в то время как те же антигены при зонких соблюдении вызывают игрунные ответы. Вот такие эффекты отмечали. И третье, что мы не учитываем, что замедленное антителообразование при использовании вакцины, ассоциирование вакцины. И это не всегда учитывается. Вот на этих схемах, которые я рассказывал, еще идет, скажем, выработка иммунитета против вирусных болезней, а мы уже начинаем применять или религию, или другие воли вакцины. Какие осложнения в хозяйствах начали отвечать? Особенно это хозяйство с условной продуктивностью от 6 тысяч и выше, и особенно это у первочулов, а не же у коров. После введения витаминов, минеральных комплексов регистрируется аллергия, плод до ассоциирования на хирургическом шоке ассоциирования исхода. Сначала это одно хозяйство сказало начали интересоваться такое положение отмечают во многих хозяйствах. Иногда врачи предъявляют претензии к препаратам, и разработчики отвечают, что у нас все хорошо, я миную кондиотикам и прочим витаминами, минеральные. Но вот я восприял инструкцию по применению вакцинок это мастер регистрирующих антигенов, там так и написано. В случае появления аллергических реакций использовать препараты сокращающие вакцинах, и назначать антистаминные средства. Стоит ли применять такие вакцины, которые удают, какие побочные реакции. И следующее, которое эффект наблюдает в последнее время, это после применения живых вакцин, вирусов или другой вакцины, или вирусов бактериальных, в течение месяца эффективность искусственного семенения термитых вирусов. То, что отсеменили, проходит месяц, в следующий месяц идет, отсеменение восстанавливается. Понятно, реактогенные вакцины, есть реакция организма, тоже над этим моментом надо подумать, подумать, и достаточный у нас сейчас выбор вакцин тем, чтобы заменить вакцину на, наверное, менее реактогена без учета потери эффективности. Ну, здесь уже мы про это говорили. Какие же направления основные для обеспечения физиотического образования получения? Это, в первую очередь, реактивность технологии выращивания с подведением принципа разрыва физиотического из-за этого никуда не уйти. Потому что сколько мы знаем возбудителей, вот я посмотрел книгу Иван Ивановича Ахан с 60-го года написал всего четыре болезни телевизора. В монографии академика Урбана и Найманова в 84-м году записывают 14 болезней. Но сейчас наука развивается, еще появятся новые и новые, и только мы не сможем вести животные. А самый простой и надежный метод разрыва физиотических путей, который все знают студенты и учат их этому, но это трудно ориентировать на практике. Почему? Потому что в проектах, которые сейчас строятся новой фермы, там предусмотрено одно родильное изменение. Оно не сменяемое. конечно, выпайка молозива первые часы помогает, изменение вакцин, вирусно-бактериальный тоже помогает, но решить проблему статистически невозможно. Вот я один раз у нас на выставке, которую я проводил в ноябре, подошел к руководителю этого хозяйства, презентовал проект, меня попросили посмотреть, и я посмотрел, и ему сразу сказал, когда я сколько строю, что под одной крышей не может существовать одновременно жительата в 300 голов начиная от 10 дней и дальше. Он говорит, назначил заключение, что все будет хорошо, все будет подано, включите, будет хорошо. Сейчас этот комплекс функционирует уже более пяти лет, проблемы есть, решаются они все, там бывает в том числе, Алексей Николаевич там в этом комплексе был, но если нет разрыва периодической цепи, очень трудно решить эту проблему. Второе, это обеспечение качественных карманов и партоза соответствующим конструктивным и периодическим состоянием. Ну мы вот равняли не дали таких заболеваний, как в инстериозе, да? Они были у нас, мы их диагностировали, не адаптировали, но они проявлялись очень точечно, но за последние годы если на крупных комплексах там по технологии невозможно провести качественные инфекции освобождения, потому что там никто не строит запасных помещений, это на крупных комплексах, а на мелких там, ну, в силу материального состояния и в общем общее технологии, там все реже и реже производят накопление микрофлоры и такое даже я в одном хозяйстве отвечал, когда даже на одной ферме вроде бы все одинаковое, специалисты и системы мероприятий, но только разная конструкция поилок приводилась к тому, что в одном дворе постоянно выявлялись животные по потому что поилки были сделаны так, возможно было почистить, промыть и там накапливать, грубо говоря, грязь. Это второе положение, что нужно и нужно без этого везать того, чтобы продуктивность, рацион и продуктивности и физиологическому состоянию невозможно решить другие вопросы. Я уже говорю про микробактериоз, то же самое с лоскордиозом, потому что раньше 80-е годы когда у нас в основном было в рационе сила стенаж сена, то сейчас когда верна стала выцветить, то дают верна соль, но здоровые уже не могут его потребить. Разрывается чаще и чаще название ситоз, а на фоне ситоза начинается развязываться. Третье положение, без которого вообще невозможно диринфекция, диротизация, диринфекция. Вот для примера одно хозяйство крупное, активность более 10 тысяч, все в этом хозяйстве есть, все исполняется. Но старое родильное отделение профилаттории про были построены на ритмичном сменяемости вот их через каждые 20-30 дней решили, что оно уже устарело и построили новую современную родилку притрогенном отделением одну на две тысячи коробки. Первый год они кое-как просуществовали, второй год пробовали усадь бросать, третий год они остановились, потому что там 100% заболеваемость и отходки даже. Потому что в таких условиях невозможно провести полную стандарту технологии. в силу технологии освободить от животных пошли по купому пути. Нашли помещение, стали эту родилку освобождать на неделю, проводить капитальную очистку, мойку и раз, квартал такую работу стали проводить. Два года существует в таком режиме в целом нет. Я не буду говорить о теоретизации, разумеется, понятно. Вот. И самое главное, конечно, это качественная научно-обосновная диагностика. Клиническая, патологи-анатомическая, и физиологическая, и лаборатория. Я задаю вопрос, а кто ставит диагноз? Мне всегда говорят, в лаборатории. Нет. Я должен ставить ветеринарный врач, который разумеет. Из чего он должен начинать ставить диагноз? Он должен ставить диагноз, начиная с документа, который поступает, если поступает хозяйство новостей. Будь это завод сетелей, будь это чаще всего завод сетку. Вот у нас в Сибири в эти племенные хозяйства являются основными разносчиками вируса, материальной болезни, а также вирусы, пинозакии, диареи. Почему? Потому что во всех племенных хозяйствах эти инфекции успешно контролируют помощь вакцин. Животные выращиваются хорошими привесами, они удовлетворены, но в хозяйствах когда эти животные поступают в инфекционные и физические использования. У меня был случай, когда из-за одного и того же хозяйства завезли ГПО, скажем, три года назад. Смотрим веки свидетельства, исследование ринтрохии и диареи отрицательное, быть использованы проблем не было. Прошло три года, опять в этом же хозяйстве покупают ступок. Смотрим свидетельства. Исследований на ринтрохии и диареи нет, но стоит вакцина кто-то учитывается. Интегинар врач не обратил ни этого внимания. Бык после карантина шел в кучку, через день смесил, а локальная вспышка вирус инфекция. Пока разобрались, в декабре родилось 60 лет 65. вот что значит диагностика и выбор вакцина. Чаще всего это у нас определяет сейчас особенно вирус инфекционер. Он подготовлен человек, это молодые люди возраста 35-40 лет. Они, как правило, проработали в очень хорошем хозяйстве, где набрались опыта. Они многие из-за 7-10 месяцев подготовки. И фирмы, которые они представляют, постоянно проводят кремнии. Поэтому убедить применять ту или иную вакцину ничего не стоит для них. Они аргументированно все это делают. Вот в одном хозяйстве сегодня и большое меня пригласили разобраться вакцинации, потому что была одна схема вакцинации Алексея Николаевича. Она не забавилась, не был эффект. Они меняют на другую интерветовскую, на другую. Я в эффект есть, нету. А зачем же вы меняете вакцину? Они импортные, но не может такого быть. Я вспомнил ваше выступление, когда вы рассказывали о том, что он был и госпиталя. Я с вами участвовал в мероприятиях. Я к этому отмечусь немножко стептически. И потом думаю, а ну-ка давайте проверим. Нашли препараты на конкурсию с вами. Применились препараты. Я спрашиваю вам в журове. Есть ли здесь? То есть мы всегда традиционно смотрим, что если вакцины применять должен быть эффект. Это не бывает. На стадии искать что-то третье, четвертое, что может неграться причиной вот этого части. Спасибо за внимание.